здравствуйте я сегодня решил записать это видео прочитав комментарий одной из пациенток который мне написал не даже не моя пациентка она просто человек подписанный на мой инстаграм женщина которая по книге как победить бессонницу здоровый сон за 6 недель вот это кстати книга которую мы написали с моей коллегой софией черкасовой она занималась по этой книге и она победила свою бессонницу но давайте посмотрим что она пишет прошла по вашей книге программу лечения бессонницы начала быстро засыпать и перестала просыпаться среди ночи где-то через четыре недели после начала программы было очень трудно ограничить сон а также полностью отказаться от кофе и чая постоянно практиковала техники релаксации целом пришлось если так можно выразиться поупираться потом два месяца спала хорошо но сейчас снова начались трудности засыпанием два-три раза в неделю правда я немного расслабилась начала побольше спать и кофе тоже люблю выпить что же мне теперь всю жизнь соблюдать режим и во всем себя ограничивать ну что я хочу сказать своей читательницы ну и зрительницы моего инстаграма но прежде всего я во первых рад что вам удалось в принципе справиться самостоятельно с бессонницей занимаясь по вот этой книге самоучителю как победить бессонницу здоровый сон за 6 недель и в общем это еще раз подтверждает то что книга реально работает даже когда люди сами по ней занимаются но в то же время хочу заметить что чрезвычайно важно закончил программу продолжать соблюдать определенные принципы образа жизни гигиены сна которые позволяют предотвратить развитие бессонницы ну для тех кто на канале впервые меня зовут роман бузунов я врач сомнолог профессор доктор медицинских наук и уже больше 25 лет я занимаюсь диагностикой и лечением нарушений сна и в частности бессонницы я автор программы когнитивно-поведенческой терапии бессонницы которая позволяет за 6 недель избавиться от хронической бессонницы без лекарств и кстати вот эта книга которую я как раз показывал это самоучитель который фактически излагает основные постулаты этой программы когда я занимаюсь с пациентом по этой программе книга является неким таким учебником я занимаюсь в виде занятий с профессором лекций а книга это как учебник который человек потом читает ну и применяет какие-то на практике вещи которые я дал задание а дальше человек прочитал книгу и выполнил эти задания ну и соответственно справился с бессонницей если вам понравится это видео поставьте пожалуйста лайк подпишитесь на мой канал и не забудьте кликнуть на колокольчик чтобы не проспать мои самые новые интересные видео что же я хочу сказать в плане комментария по поводу замечания пациентки что же мне теперь всю жизнь продолжать себя в чем-то ограничивать до какой-то степени это так я некую аналогию приведу ну представьте себе пришел человек тренеру по бегу перед тренер хочу стать мастером спорта по бегу ну тренер взял оценил какие-то способности человека так мы сейчас будем заниматься шесть раз в неделю может быть это будет там пять лет может быть там восемь лет но упорный труд режим диета и так далее и так далее и так далее и у вас хорошие способности возможно вы станете мастером спорта человек упирается достигает становится мастером спорта да он достиг этого результата ну что потом можно расслабиться если вы прекратите тренировки да через пару тройку месяцев вы извините заплывете жиром вы начнете бегать в два раза медленнее и невозможно поддерживать результат будучи мастером спорта если вы будете лежать на пляже пить пиво куритесь пончики заниматься 1 в месяц спортом то есть тут же результаты все исчезнут аналогичная ситуация с бессонницей ведь так или иначе если развилась хроническая бессонница то сработало три фактора первое у вас была предрасположенность к этой бессонницы ну бывает предрасположенность хорошим результатом мы можем мастером спорта по бегу стать а бывает предрасположенность бессонницы и увы Если вы, допустим, плохо спите накануне каких-то важных мероприятий, если у вас просто чуткий сон и вы, допустим, часто пробуждаетесь от каких-то посторонних звуков, то есть у вас есть некая предрасположенность к этому. Дальше это провоцирующие факторы, особенно тянущиеся, ну, допустим, какой-то тянущийся просто стресс на работе, со здоровьем, в взаимоотношениях с близкими, который спровоцировал развитие бессонницы. Но если она тянулась несколько недель или месяцев, то запустился этап хронизации бессонницы, когда сформировались условные рефлексы, боязнь не заснуть, постель-бессонница, когда сформировалось негативное мышление, то есть человек думает, что все пропало, кошмары, катастрофа, и то, что дезадаптивное поведение, человек лежит, пытается, пытается добрать, ложится спать днем, то есть, в общем, так или иначе ведет себя как больной, реально серьезный человек с бессонницей, да, и об этом постоянно думает. Да, мы можем, применяя программу когнитивно-поведенческой терапии, устранить и условные рефлексы, и негативное мышление, и дезадаптивное поведение. Причем за 6 недель это вполне можно сделать, придется, конечно, поупираться, реализовывать программу ограничения сна, вызвать выраженную дневную сонливость, которая перебьет эти условные рефлексы, убрать кофеин, содержащие продукты, добавить физическую нагрузку, реализовывать программы борьбы со стрессом или так называемой техники стрессоустойчивости или техники релаксации. И это позволяет застабилизировать нервную систему и устранить бессонницу. Но есть такое выражение, что не бывает бывших алкоголиков, не бывает бывших инсомников. Если так или иначе у вас была хроническая бессонница, в мозге сформировались вот эти тропинки, протоптанные бессонницей среди нейронов. И да, когда мы устранили бессонницу, они немножко, конечно, заросли травкой, но если вы потом расслабитесь, если вы начнете опять лежать в постели, вы начнете употреблять кофеин, вы ограничите физическую нагрузку, вы начнете опять беспокоиться и у вас будет больше стрессов, эти тропинки быстренько опять бессонница протопчет. И на каком-то этапе возникнет рецидив. Поэтому, да, трудно достигать устранения бессонницы. Порой это приходится такие очень серьезные усилия прилагать и пациенту, и нам, чтобы мотивировать и объяснять пациенту, что делать. Но, достигнув нормального сна, нужно понимать, что мы должны выполнять определенные рекомендации, которые позволят предотвратить развитие рецидива бессонницы. И на последнем занятии я обычно пациентам объясняю, что, дорогие друзья, 3 месяца занятий потом достаточно жестко нужно выдерживать еще режим ограничения кофеина, техники стрессоустойчивости, информационный детокс и так далее. Потому что вероятность рецидива достаточно высока. До 6 месяцев можно уже сделать послабление, но тоже, в общем-то, не полностью расслабляться. Да и вообще полностью расслабляться нельзя. Потому что если вы вернетесь ровно к тому режиму жизни, который вас привел к бессоннице, ровно так же она опять у вас появится. Таким образом, наверное, здесь всегда нужно взвешивать плюсы и минусы, когда человек думает, с одной стороны, что буду стараться соблюдать режим и так далее, но у меня не будет бессонницы. Или если расслабился, ну за это придется платить бессонницей. В общем, тут каждый решает для себя сам. Ну, я, надеюсь, убедил вас, что, собственно, соблюдение здорового образа жизни, соблюдение режима сна, это чрезвычайно важный элемент вообще нашей здоровой жизни, нашего хорошего сна и хорошего бодрствования. Удачи всем, не болейте и хорошо спите. Субтитры создавал DimaTorzok